Ирочка, Ирочка, вы здесь с нами на прямой сфере? Доброе утро, Ирина! На прямой, на прямой. Доброе утро. Оформитель, озеленитель. Просто легендарная личность, я бы сказал. Ирина же, она, на самом деле, увлеклась этим сильно, очень озеленением. Если зайти в квартиру к Ирине, там все просто в зелене. Как в джунглях. Да, вот ты знаешь, уточним, пожалуйста, у Ирины. Ира, правда ли, у вас там 100-500 растений? Ну вот и спасибо за ответ. Вот что значит, не тот вопрос задала. Валера, ну что ты меня не остановил, с кого мочил же я сам. Ну давайте, ну давайте так, пока Ирина Лакуста связывается с нами, мы призываем вас позвонить по телефону, если что, 233-11-66. Расскажите, похвастайтесь вы, много ли у вас комнатных растений. И Ирина вернулась к нам уже не с пустыми руками, а скорее всего, с цветком. Нет? А, нет, нет. Да, да, да. В обнимку практически, да. Давай ты, давай ты говори. На чем мы остановились, к сожалению, связь интернет подводит нас, но надеюсь, больше... Мы остановились на том, вы готовы дать взаймы 5000 рублей? Целых пять я могу растениями. Да, да, все правильно, у вас лук хороший. Все отлично. Правда ли, что у вас в доме вот реально негде упасть везде растения? Упасть? Нет, ну не совсем так, по крайней мере, дома нет. Я бы не сказала, ну раз вы пришли ко мне в гости, давайте я вам покажу, что у меня есть сейчас буквально. Давайте, мы вам тоже покажем, что у нас есть. Ну смотрите, собственно говоря, начнем с моего подоконника. На подоконнике у нас хлорофитум, алоэ, который есть, мне кажется, у каждого человека, толстянка, денежное дерево, естественно, цветущие орхидеи, куда без них, да? Ну вот, здесь же у меня находится нефролепсис, все его знают как папоротник. Тут, кстати, вот меня будете спрашивать, я думаю, что поинтересуйтесь, как я обрабатываю, у меня отстойная вода всегда на подоконнике, и, естественно, специальный пульверизатор, чтобы опрыскивать растения. А сейчас перебрестимся сюда. О-о-о! Так, у меня здесь такая плетущаяся генура. Она очень такая загадочная, очень капризная, но все-таки она вот как бы таким образом у нас здесь расположилась. Очень красивая, цветет, не очень хорошо пахнет, поэтому я цветки обрываю. А зачем вы, Ирина, держите тогда это растение? Ну, оно само по себе декоративное. Оно очень красивое. Вот очень, смотри, необычные листья, да? Да. Мне кажется, вообще такие листья шикарные. А что за цвет? Цвет фиолетовый? Ты не видишь фиолетовый. Я слепой чуть-чуть. Цвет фиолетовый. Да, фиолетовый, а сами цветочки, они цветут оранжевым таким цветом. Вообще, это растение семейства астровых, как ни странно. Да. Теперь мы смотрим. У меня вот здесь бенджамин. Я думаю, что в каждом доме есть бенджамин. Такие традиции еще у наших бабушек. Тут же у нас живет красивая сансиверия. Щучий хвост, наверное, многие его помнят. Дальше у нас шифлера. Она сейчас отдыхает в зимний период, но уже дело к весне, ребята. Как видите, распускаются новые вестики. Ну и здесь у нас живет замиакулкас. Почему он в горном одиночестве, Ирина? Как долларовое дерево. Что? Почему он в горном одиночестве, один от всех? Он накажен, что ли, там? Как-то он один, да. Нет. Просто дело в том, что не все растения любят жить в симбиозе с другими растениями. Соответственно... Как и люди. Они иногда меняют место жительства. Да. Есть интроверты, есть экстраверты, скажем так. Но если честно, да, если честно, просто он там очень хорошо стоит. И мы решили, что, наверное, место ему там будет более уютное. Я хотела спросить, у вас же есть вообще растения? Как вы за ними упадаете? Вы что? Вы обратились по адресу, вы посмотрите. Все в растениях, все. Нет. Я для себя открытие сделала, что у меня дома этот бенджамин. Я думала, это фикус маленький, ну, с маленькими листьями. А он, оказывается, вон, у меня есть такой, действительно. И тоже достался вот прежний жильцов квартиры. Он уже выше меня, видишь? Ну, здоровенный. Више меня. Ира, Ира... А подруга мне его подарила вот таким маленьким черенком. Ира, как... Это, кстати, мы давние подруги с Ирой. Если вы давние подруги, значит, я тоже ваш друг. Да, да, да. Вот будем дружить втроем. Ира, скажи, пожалуйста, вот я бы с ума сошла с таким количеством растений, значит, у тебя есть хитрушки, какие-то секретики, которыми ты можешь поделиться, что ты так все это успешно делаешь. Ну, смотрите, секрет на самом деле прост. Есть витолюбивые, есть тенелюбивые, есть влаголюбивые растения. И когда мы их покупаем, иногда бывает, что мы руководствуемся только тем, что нам нравится растение, мы его приносим домой и ставим. И потом уже задумываемся, почему оно там засыхает, умирает, или, ну, там, опадают листья. Прежде чем покупать растение, ну, или, допустим, вам его подалили, прочитайте элементарно в интернете, сейчас очень много информации, что за растение, куда его лучше поставить, и где оно будет прекрасно себя чувствовать. Если про хитрушки, так как у нас очень мало времени, скажу, есть такой маленький лайфхак. Берете кастровое масло, одну чайную ложку на литр воды, смешиваете, сбалтываете, хорошенько записываем. Да, вот сможет. После того, как сбалтали, аккуратненько потом можно уже поливать корневую систему. Но главное не перестараться с кастровым маслом по одной простой причине, что можно сжечь корни, это очень, как бы, в принципе, опасно. Аккуратненько поливаем, и это помогает стимулировать корневую систему, обогащает кислородом, ну, мало того, у тех, у кого цветущие растения, у вас растение будет цвести постоянно. Все понятно. Такой маленький лайфхак. Спасибо большое, мы говорим Ирине Лакуста, оформитель, озеленитель, прекрасный, позитивный человек, который знает толк в растениях. Ира, Бенджамин зацветет? Нет, если его кастровым маслом. Искусственные цветы тебе в помощь. Хорошо. Спасибо, спасибо большое. Да, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, находите в социальных сетях, да, Ирину Лакуста, и спрашивайте у нее лично, это будет правильнее, да, она вам порекомендует, посоветует.